Так. Сколько... 86 попыток. Ничего себе, это настолько сложно было, да? Ну так там по всему острову окрас. И чё там было? Фотография? Чё там? Кто там был? Тревор Голландо. Да ладно, да ладно, ты чё шутишь что ли? Так, я наверно пойду посмотрю в интернете. А, ты скинуть можешь? Ну давай, скидывай, посмотрим. Ок, ща посмотрим, давай. Ахренеть! Ахренеть! Чё-то я вообще не ожидал такого. Не, я знал, что у них роман, конечно, но я не думал, что прям вот такой вот. Не, серьёзно, я вообще в шоке, я офигел от этого. Да, всё, давай, пока. Пипец, ребята. Здравствуйте, с вами интернет-канал Максимадзе и капец, ребята. Лёха, мой друг с канала Чё хочу, то я врачу, мне такое рассказал, как вы видели. Опа, на, подождите. Трейс? Папочка, у тебя всё хорошо? Да, конечно. А что не так? Например, то, что в наш дом пришли люди с автоматами. Я разберусь с этим, сынушка, не волнуйся. От денег нет толку, если ты мёртв. Короче говоря, оказывается, вот Лёха вот со своим другом в GTA Online проходило это ограбление новое, обновление. Кайо Перико Хейст, обновление там с новым островом. И он там, наконец-то, прошёл ограбление за 80 с хреном попыток. 86 или сколько, я не помню, честно говоря, точно не уверен. Но очень много попыток они там потратили. И в конце, там была сцена в доме, возле дома Мартина Мадрассе. Там, в этом обновлении Патриция Мадрасса вновь появилась. Жена и его, с которой Тревор завёл роман. И вот в чём заключается тема. В сейфе, по-моему, на этом острове были найдены эти доказательства. И там сын Мадрасса и Патриции выкинул их, сжёг. Знаете, что это было? Это были непристойные фотографии Тревора и Патриции. Капец, ребята, я вообще охренел. Чтобы там был Тревор голый, там была Патриция голая на руках у Тревора. Не, ребята, я вообще офигел. Я как бы знал, что у них там роман завязался, но что прям вот так? Это вообще жесть. Показывать картинку я вам не буду, потому что это против правил. Ну, там интимных мест, конечно, не видно, но всё-таки YouTube может обратить на это внимание. Ладно, короче, давайте переключимся на Франклин. Это просто капец, я вообще охренел. Вот я такого вообще не ожидал, серьёзно. Это GTA 5 Winter Edition. Мы уже скоро будем заканчивать. И произошло... В предыдущей серии развязка произошло кое-что такое интересное. Дэвин Вестингли. А чё он не отвечает? После... Можно же позвонить ему. После всего этого дела разве нет? И поговорить с ним. Странно очень. Давайте ещё раз попробуем. На всякий случай. Вдруг сработает. Нет. Никак. В общем... Его... Адвокатесса Молли Шульц погибла, потому что влетела в реактивный двигатель самолёта. И... Дэвин обвинил в её смерти Майкла и послал людей из Мэри Уэзер к нему домой, чтобы убить всю его семью. Это просто капец. Ну... Не получилось, конечно, но Дэвин Уэстон обязательно вернётся ещё. Я в этом не сомневаюсь. Сегодня мы... И, короче, команда вместе с детьми. Майкл попросил съехать на пару деньков. На несколько дней. Пока... Мы не разберёмся с Дэвином Уэстоном. Надо избавиться от него. Другого выхода я не нахожу. Но сначала мы займёмся федеральным хранилищем. Сегодня мы будем грабить федеральное хранилище. Хранилище, которое ещё никому не удалось ограбить. Вестер назначил встречу в мужском клубе Тревора. И мы поедем туда. Ну-ка, давайте ещё раз Дэвину позвоним на всякий случай. Попробуем. Можно же позвонить ему после этой миссии, разве нет? Не, нифига. Странно очень. Так, мы приехали. Жалко, тут нельзя бегать. Так, куда нам надо идти сюда? Жалко, что через ту дверь нельзя войти в входную. Она будет заперта. А Франклин? Что Франклин? Ты будешь держать русский язык? А что? Раньше я вопил как дебил? Да ты просто ещё не был серьёзной переделки. Когда мы несколько лет назад попали в перелёт на Среднем Западе. Твой дружок Майкл сразу поменял имя. А мне он другую историю рассказывал. Прости, я что опоздал. О, мы тут как раз о тебе говорили. Ну не парься, ещё пара часов и тебе больше не придётся говорить. Да, ты у нас любитель поговорить. Будьте осторожны. Вы двое. Это всё, что я хочу. Эй, fuck you. Fuck you. Эй, хватит уже. Спасибо. Окей, короче. У нас есть два варианта. Они оба рискованные. Но мы ведь знаем на что идём. Первый вариант. Угоняем броневики. Берём экипаж в заложники. Проникаем в хранилище. Как только вы добираетесь до цели, высылаем укреплённые тачки и сваливаем оттуда. Надо подключиться к системе светофоров. Будет легче смысл, если можем их переделать. Есть также второй вариант. Отвлекающий манёвру парадной двери. Прикинемся идиотами. Но нам это всегда удавалось быть. Правда? Остальные парни пробурятся внутрь и всё заберут. Отвлекать внимание будешь ты. Ну, как всегда, в центре внимания. Знаете, для типок растоптать дружбу для себя любимого, у него низкая самооценка. Ладно, неважно. Давайте взглянем на план. У нас две схемы на выбор. Первая, золото нам отдают по-хорошему. Вторая, вы сверлите старую добрую дыру в стене хранилища и выносите груз. Чтобы просверлить старую добрую дыру, понадобится старая добрая туннелекопательная машина. Я найду её, и вы угоните её, припаркуйте рядом с банком. Там неподалёку строят новое метро, из него вы начнёте бурить. Для отхода понадобятся вертолёты. Один есть у Тревора, второй можно купить. Парням понадобятся машины для отхода, так что раздобудь что-нибудь быстрое и прочное. И прокачай тачку по максимуму, чтобы вы смогли на ней уйти от кубов. Её нужно поставить в гараже рядом с хранилищем. Там будет много полиции, так что подумай об этом. Я что-то забыл, нам нужен поезд, за который можно сбросить груз. Вам нужно его угнать, я как всегда пришлю инфу. Если вы предпочитаете более тонкую работу, тогда нужно будет угнать бронированные фургоны и так далее. Вам понадобятся полицейские ежи, лицензия на них есть только у копов, так что тут придётся пораскинуть мозгами. Что ещё? Ах да, для отхода надо достать несколько машин, надо их укрепить. Обычная подвеска не выдержит пару тонн золота. Погоди, пару тонн? Всего 4 тонны. Ровно столько я могу перенаправить в клетку, которую мы взломаем. Ох, ё-моё. Итак, последний. Помнишь тоннель, где... который мы увидели с вертолёта? Я устрою там кипёж, чтобы сбить копов с вашего следа. Знакомая песня. Майкл, как мы будем действовать? Скрытный или напролом, как считаешь? В первом прохождении мы выбрали очень весёлый вариант, очевидно. Бурить дыру в это хранилище с помощью туннеля копательной машины. Очень интересный вариант, гораздо веселее, чем вот этот. Но во втором прохождении мы всё должны менять. Выбираем тонкий вариант. Хочешь, чтобы они сами тебе выдали золото? Потребуется большая команда. Два стрелка и водилы... Два водилы и хакер. Первый стрелок зайдёт с тобой в банк и поможет загрузить золото в тачки с укреплённым каркасом. Второй выведет из строя бронированные фургоны и доставит заложников в условное место. Макрилли! Он прикрывал меня в каждом деле, с тех пор, как я снова взялся за старое. Он заслужил приглашение на серьёзную работу. Как в это дело можно взять шефа, помощника Тревора? Первый водитель тоже зайдёт с тобой в банк и поможет погрузить металл. Он же поведёт четвёртую машину. Они ключевые игроки. Второй водитель поможет тебе заменить лопнувшие шины на фургонах и угнать их. Эдди Тоу. Самый лучший водитель. Они были в юбилейном магазине и в бюро, и пока живы. Ну и ещё один остался, выбрать здесь нет. Этот новичок, я видел его за рулём, не знаю как он сработает в критической ситуации, но... Хакер взломает систему управления дорожным движением. И поможет вам выиграть время на побег, если понадобится. Риск минимален. Пейдж Харрис. Самый профессиональный хакер. Такой шанс выпадает раз в жизни. Ты всё правильно продумал, да? Да, конечно. Так, нам нужны ежи и укреплённые тачки для отхода. Я знал, что вам понравится. Как-то это по-дурацки. А кто тебя не спрашивал? Это наши последние надежды. Контролируешь светофоры, контролируешь улицы. Думаю, сработает. Ещё как сработает, но идянуть с этим не стоит. Идём. Я отведу вас к оборудованию. Чёртов дебил. Ладно, погнали. Туда лучше пойдём. К той двери. Так. Короче. Лестер через некоторое время нам сообщит, что нам пригодится. На стоянке полицейского участка в Южном Лос-Антесе припаркован полицейский фургон с ежами. Хакер разыскивает Масклары Гаунлет для прокачки. Скоро напишет. Окей, окей. Джимми! Я не хотел, это просто выдуманный персонаж с идей. Сатира, пародия или как её там? Джим! Вы везёте меня по каньону в НХМ, в тёмно-сером танкерах, чтобы наказать за троллинг. Только вы меня бы спасли. Задержи его, малыш, я скоро буду. Вы такие смешные и занятые. А ведь, чем больше внимания, тем лучше, да? Так, Джимми попал в беду, походу. Надо его спасти. Эй, смотри на дорогу, нас вроде никто не преследует. И даже если преследуют, то не для того, чтобы тебя убить, просто предупредить. Просто предупредить. Заткнись, тролль. Ты отказался от права о свободе. И выражать своё мнение, когда оскорбил знаменитость в интернете. Всего лишь написал пару комментариев. Пару цитистых праз. Пару очень обидных праз. Ты же пишешь комедии, но нужно было привыкнуть к подковам. Я заблокировал тебя, а ты создал новый аккаунт, я заблокировал. Вот и сделал ещё один. Ты не рассчитывал на то, что у меня будут деньги и ресурсы на то, чтобы тебя выследить и поймать. Я рассчитывал на то, что у тебя есть дела поинтереснее. Нет, я одинокий человек. Социальные сети – это всё, что у меня есть. Благодаря им я добился признания. В интернете я могу бизать. Я зрительный комментарий выступать с пространствами заявлений. Я король. Амлетр – это моё королевство. Ладно. Печальная история. Не волнуйся, после этой истории ветер тебе не понадобится, когда мы прикончим тебя. Ты будешь только мычать от боли. Это я сейчас прикончу, блин, всех. Эй, а ну остановитесь. Здесь они. Бокс. Колеса продыряю, если честно. Минутку, это не та машина. Блин, это не тот автомобиль. А чё я стреляю по нему? Капец вообще, ребята. Вот они. Чудики. Ладно, сейчас прострелим колёса этой машины. Животные. Животные. Это вы тут, животные. А ну пошли нафиг. А то перестреляю всех нафиг. Ты в порядке, Джимми? Перелезай. Садись в машину. Сюда. Да не туда. Скорее, пока копы не приехали. Дебилы. Быстро гоним отсюда. А вы-то, а чё вам надо-то от меня? Я своего сынка спас от похитителей, блин. Ладно, от полиции отрываться мы будем долго. Ну, на двух звёздах, я думаю, мы не будем сильно долго отрываться на самом деле. Если встречных копов не встретим. Один есть, только он пока нас не видит. Если будем ехать... Если будем соблюдать дистанцию, он нас не заметит. Вообще, можно просто пока заехать сюда. И они нас не увидят. Чёрт, они развернулись. Всё, оторвались. Спасибо. Чёрт, ну и фигня. Ты думаешь, уже всё позади? Да, да, он ушёл. Ты уверен? Этот чувак тебя питает ко мне ненависть, и я его заклятый враг. Думаю, это не совсем так. Смотри, он считал тебя маленьким жирным ничтожеством. А теперь он знает, что ты маленькое жирное ничтожество с крутым папой. Он больше к тебе не полезет. Но я ведь его потроллил. Да. Вот, ребята, вот к чему иногда приводит интернет. Тем, что могут тебя выследить жулики, да похитить. Так что запомните, дети. Джим, можешь считать меня идиотом, но кто такой тролль, а? Типа шутник в интернете. Какие же у него шутки? Ну, злые. Вроде чего. Типа человек, который пишет... Который напишет что-нибудь, а ты отвечаешь. Это отстой, козёл. То есть, не смешные шутки, да? Юмор возникает от повторения. Типа ты говоришь один раз и всем пофигу. Потом ты повторяешь ещё раз, ещё раз и ещё. Ясненько, ясненько. Типа до днях он высветил фотку новорождённого сына и я такой... Ох, какой сынок, блин. Не младенец, а урод. И я такой... Да я красивее, чем этот малыш. И отправляю ему фотку своих этих. Дохлых зверей красивее, чем этот ребенок. С хромосомами, видать, проблемы у него. Какое чудо, что он выжил. И я такой... Ооо, а я не сдох, когда видел, что он уродливый. Я чуть не сдох. Да хватит! Я понял уже всё. Может, я через край, конечно, пошёл, но это было весело. Да, обхохочешься. Ты умеешь, блин, повеселиться. Тролль вернулся в своё логово. Не лезь пока в интернет, блин. И не злей людей там. Я многое сегодня понял, честное слово. Да. А я бухгалтер. Аманда с детьми пока что живут в этой гостинице. На то, мало ли чё, вдруг Дэвин Уэстин опять пошлёт людей из армии к Майклу домой. И мы свою семью больше никогда не увидим. На всякий случай прикубим для виду. Четыре маскала. Мы... Масклара. Масл... Маслкара, господи. Местонахождение. Так. Мы остановились на Bravo Gauntlet. Мы прокачали один из них. И он выглядит неплохо. Нам нужно ещё три. Вот снимки, присланные хакером с камер безопасности, без тех мест, где эти тачки можно найти. Хакер классный, так что должен... Так что... И картинки отличные. Ты должен найти машины без проблем. Если не найдёшь Эдит, то сойдут любые другие Gauntlet. Только... Раздобудешь их... Как только раздобуд... Их раздобудешь, гони в Los Andes Customs, смодифицируй её и отгони в гараж. Первый находится на верхнем этаже паркинга в Pillbox Hill. Так. Где это на карте обозначено? Где-то здесь. Здесь. Сейчас посмотрим. Запомнить надо. Где-то здесь находится. Давайте... Давайте поедем туда. Это... Парковка. Многоэтажная. Нет. У меня нет времени сейчас бабки грабить, ещё и копов натравливать на себя. Попытка грабить такой фургон часто неудача, оказывается. Так. Вот здесь... А, вон там проезд на другие этажи. Давайте туда заедем. Короче, какой мы выбрали с вами вариант? Тонкий. Мы просто притворимся инкассаторами и нам по-хорошему золото отдадут. Рискованно, конечно, но всё-таки стоит попробовать. На всякий случай, укреплённые машины понадобятся. От копов убегать, если что. А вот, вот одна из таких машин. Давайте её возьмём. Ой, куда ж ты зашёл-то? Так. Ладно. Встретимся в Лос-Андес Кастомс. Чик-чик. Так. Одну тачку мы покрасим под цвета Франклина. Я, правда, не уверен, что герои сядут в тачке соответствующих цветов. Давайте-ка покрасим в зелёненький или, может, в красный, может. Блин, хороший вопрос, на самом деле. Зелёненький. Где у нас? Тут. Гоночный зелёный. Вот этот мне нравится. Нет. Вот этот выберу. Гоночный зелёный для дополнительных цветов. Цвета возьмём. Во! Отлично! Мне нравится. Теперь надо прокачать броню, покрышки, тонированные стёкла, турбонаддув, усиление для перевозки золота. Отлично! Машина полностью прокачана. Машина для Франклина. Я, правда, не уверен, что во время ограбления он в неё сядет. Тут надо в правильном порядке машины, так сказать, красить. Он это доставляет. Только вот в каком я не помню. Буду надеяться, что правильно всё сделано. Встретимся... О, блин! Ладно. Вот этот гараж рядом совсем. Давайте доедем до него. Вот. Вот здесь мы сохраним тачки свои. Какую где поставить, не знаю. Пофигу вообще, наверное. Хорошая тачка. Очень полезная. Давайте переключимся на Тревора. А чё, нельзя что ли? А, надо сначала позвонить Лестеру. Лестер, первый масклар готов. Отлично, хорошо проводил. Маскл-кар точнее. Теперь давайте переключимся на Тревора и добудем тачку для него. Да. Тревор какого-то фига делает в пустыне. Неизвестно какого фига. И почему нет? А, нет, вон там машина стоит. Давайте почитаем. Сообщение. Я просто хочу сказать, что никогда не забуду тебя. Моё сердце переполнено, потому что в нём ты. Береги себя. То, что у нас было очень дорого для меня. Я тебя люблю, но я замужняя женщина. Я должна быть с мужем. Ты хорошая женщина. Ему повезло. Если он тебя ударит или ещё что. Я оторву ему башку и носу в живот. Я часто об этом думаю. Я уже так делал. Но не с твоим мужем. Это весело. Я скучаю по тебе. Ты лучшая женщина, которой я нравлюсь. Таским я могу быть самим собой, а не тварь, как все прочие. Если захочешь его бросить, я буду тебя ждать. Как всегда с любовью, Тревор. Ну, к сожалению, для Тревора она не бросит его. Она будет жить с Мартином. О чём нам говорит обновление Кайо Перико. То самое обновление. Где выясняется, что она по-прежнему живёт с Мартином. И... Но отношения у них дерьмовые по-прежнему были. Надо добыть следующую машину. Посмотрим, где она находится. Лестер прислал же нам сообщение. Рокфорд Хиллс. Припаркован рядом с Кэтч энд Кайри в Рокфорд Хиллс. Прямо за ним... Прямо за ним тот ювелирный магазин, который мы взяли. Ну, Тревор не участвовал в этом, поэтому он, наверное, не знает. Это находится здесь. Рокфорд Хиллс. Так, посмотрим. Сейчас, надеюсь, я не забуду только. Да, где-то вот здесь это должно находиться. Ладно, друзья, встретимся там. Так, вот он автомобиль, который нам нужен. Давайте возьмем его. В какой Лос-Антос Кастомс? В тот же самый, да? Ну, окей, окей. Встретимся там, чик-чик. Так. Как мы эту машину покрасим? Во-первых, усиливаем подвеску, броню, покрышки, стекла и турбонаду. Теперь покрасим в оранжевый цвет, который у нас Тревор любит. Этот мне нравится. И покрасим еще желтый, добавим дополнительного цвета, качества. Так, дайте-ка повернем. Сойдет. Так, еще одна тачка готова. Ее осталось только пригнать в гараж. Ух, возиться с этими машинами гораздо скучнее, на самом деле, чем с туннеля копательной машины и чем-то там еще. Блин, ты опять врезался. Так, а вот и гараж. На самом деле, без разницы, как мы их припаркуем. Назад немного сдавай. Отлично. Еще один каунлет захвачен. Вторая машина прокачана и поставлена в гараж. Спасибо, Тревор. Сколько у нас времени на часах? Уже утро наступает. Переключаемся на Франклина и добываем последнюю тачку. Франклин у нас дома сидит. Первая машина. Достаточно. Ураф в Моро. Тумас. Тумас. Ураф в Мерзене и неossаннистях. Ураф в Мерзене иれて. Ураф в Мерзене. Извините. Что же такое, а? посмотрим где находится еще один автомобиль этот 3 где находится мишен роу рядом с отелем templar к юго-востоку от площади легион на карте это обозначается как вот здесь мишен роу запомним пиш нроу strawberry не то так сейчас 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 я помню вроде бы как выглядит это на карте это здесь рядом со стоя рядом со штраф стоянкой поехали туда а вот вот она наконец в этом месте эта машина очень хорошо спрятана ее сложно заметить мы тем не менее и нашли и поэтому отправляемся опять в автомастерскую так во первых ремонт усиление для перевозки золота броня пулестойки и покрышки тренированные стекла и турбонаддув краска должна быть синяя вот это мне нравится ну и дополнительный цвет у нас будет какой классический вот этот пойдет ну и все автомобили все готовы осталось только пригнать этот гараж и раздобыть еще полицейский фургон надо раздобыть эти шипы ежи полицейские специальные такие ну вы вы поняли да ё-моё я всегда вырезаюсь почему-то здесь хорошие автомобили мне нравится и и у Третий Масклар на месте. Окей, остались только шипы. Шипами у нас кто займется? Давайте пусть Франклин и займется. Давайте вызовем такси и подъедем к полицейскому участку. Снег перестал идти. Привет, я могу заказать такси? Да, конечно, машина скоро приедет. Отлично. Отлично. И кто-то врезался еще у нас там. Комнеет на улице, блин. Так, полицейский участок здесь. Здесь эвакуаторщики еще работают. Надо как-то незаметно проникнуть туда. Эх, слишком высоковато не перелезешь через эту стену. Можно обойти, конечно, с другой стороны. Попробовать. Тоже так отсюда не выберешься. А, можно здесь перелезть. Нет, ничего проще вообще. Только бы не хотелось бы, чтобы... Стоп. Коп здесь. Он там будет стоять? Или может он пойдет куда-нибудь? Он будет стоять на месте. Может его подойти и вырубить? Правда, я боюсь, что это копов нашлет. Смотри-ка. Помогло. Ну и хватаем фургон и спокойно уходим отсюда. Я просто думал, что если я его ударю, то копов получу. Уровень розыска. Но нет, видите? Правильно. Поступил я сейчас. Ну все. Все оборудование для ограбления готово. Осталось. Припарковать фургон здесь. Уйдите ка отсюда все. Возле этого клуба. И все, в принципе. Мы добыли шины для дела в хранилище. Отлично. Я сообщу всем остальным, что у нас есть все, что нужно. Встретимся в стрип-клубе. Ладно, пошли. Привет. Переодеваемся и все живо собираемся. Это будет самый важный день в жалкой жизни для каждого из вас. Чуваки, мы действительно это сделаем. Франк, пошли сюда. О, а вот и наш хакер. Пусть тебя не смущает. До топной монитор и факс. Наша аппаратура – настоящий произведение искусства. Так, где все остальные? Снаружи. А то они чудаки. Встретимся в трущобах. Да, еще как встретимся. Еще привезен тонну 8 золота. Нет, 4, а не 8. Ладно, парни, погнали. В машину. Сегодняшний день войдет в нашу историю. Так, народ, грузовики уже едут. Будем ждать в тоннеле. Садимся в Гелендваген и едем. Смотри, старая команда снова в сборе. Частично. Третий в Северном Янтоне, 6 футов. Я говорил про новую старую команду. Старую, новую команду 2.0. А сколько уже было? Три дела. Знаете, Майкл решил, что из нас выйдут отличные козлы отпущения. Эй, не надо так говорить. Только не сегодня. Они должны знать, что они не ввязываются ни с кем, ни во что. Если хочешь ныть, то вылезай из машины до войны. А если хочешь быть дели, то заткнись. И перебереги это дерьмо на подход. Но я кое-что предрек. Так, бронемашины еще не приехали, так что ждем. И без паники. Да, мы ей не паниковали. А у нас еще проблемы, что ли? Да никаких проблем. Надо просто подождать. Да, когда ты говоришь без паники, мне сразу же хочется запаниковать. Вот оно. Поехали. Так, я вижу фургоны. Зажигаем. Да, зажигаем. Заезжай дальше, пусть проедут. Так, быстро выходим. А ну вылезайте из машины, вы все. Шевелите копытами своими. Давайте, быстро. О, блин. Твой ход, приятель. Давай, иди. Двигай быстрее. Давай, давай. Пошел, пошел, пошел. Нафиг. Держись. Быстрее. Так, пожалуйста. Так, у нас есть минута, потом сигнал GPS насторожит охрану в хранилище. Тогда мы начнем бой. Вот. Не надо, берите все, что хотите. Да, еще бы. Вот мы тебя и возьмем. Тебя как зовут? Кейси. Кейси. Давай, лезь в фургон. Вперед. Быстрее. Двигай нищий, брод, блин. Хватит, только не стани, пожалуйста. Хранилище, мы отправляемся к тебе. Блин, блин, блин. Чувак, расслабься, это я в штаны должен наложить. Я же собираюсь совершить крупнейший банк. Награвить. Кейси, спокойно, не надо волноваться. Если будешь паниковать, то тебя никакой пользы не будет. А я хочу, чтобы ты приносил пользу. Вижу, лук-86, прием. Эй, ты должен был быть здесь полминуты назад. Вот. И так каждый раз. Лук-86 въехал в здание. Вижу, баклажан-22, прием. Они здесь. Давай только без глупостей, ладно? Идем, приятель. Удостоверение. Гот. Хорошо. Окей. Ай, доступ разрешен. Я вас провожу. Видите? Прошу за мной. Фух. Что-то легко как-то, ребята, вам так не кажется, а? После вас, сэр. Да, я сразу после тебя. Все в порядке? Да, все в порядке. Думаю, на автостраде сегодня полная идея. Просто ужас. А разве бывает иначе? А вам, джентльмены, приходится сидеть в этих машинах, изнывая от скуки, глядя на кучу денег, которые вам не хватало. Ладно, пошли. Ну, мы скоро приедем. В инкассаторе прибыль. Ух, такое не откроешь так просто. Так, вы знаете, что делать? Угу. Конечно. Окей. Господа. Ладно. Сделаем свою работу. Разумеется. Сделаем. Ох, ё-моё. Ух ты ж, какое золото. Хо-хо, да сколько тут золотишко, а? Мы просто храним его для китайцев. Если вдруг захочешь оставить его в Соединенных Штатах, конечно, бери все, что можешь унести. Отличная шутка. Давай, давай. Вы должны придерживаться графика. Да, все четко. Хе-хе-хе. Тяжелые хреновины-то все-таки. Но чуть больше двух тонн. Сколько же это всего стоит? Цена золота составляет от 17 сотен до 2000 за уницу. В тонне тысячи килограмм получается. Двести миллионов долларов. Как получится, а? Много работы после этой, да? Нет, это все вроде бы. Он уходит на пенсии. Подыскиваю варианты. Знаешь, на пенсии шанс увеличивается в разы. Скоро постижно. Да, спасибо, буду иметь в виду. Ох, моя спина. Сколько же тут металла. Не совсем обычный. Да, весьма необычный. Бумага пришла только сегодня утром. Компьютер ее одобрил. А летчики, надеюсь, не прибудут. Вам же платят за это, да? Груз на площадке. Загружай, Ди. Ну все, поехали. Не будем тратить время попусту. Готово. Поехали. Что-то мне немного нехорошо. Да ладно, потерпи, Кейси. Кейси, не умеешь пить? Не пей. Вот так ты. Этот парень научит тебя кое-чему поинтереснее. Груз уехал. Поехал. Да, этому управляющему вообще не показалось, что подозрительные какие-то и так далее. Так, Кейси, без паники. Выгрузим добычу мишнуровую и пойдешь своей дорогой. Центр. Приемка состоялась. Как у вас дела? Плохо дело. Мэри Уэзер знает, что в хранилище взяли мы. Они и ищут вас. Блин. У тебя есть решение? Мы взломали светофоры. Это поможет вам сбросить их с хвоста. Вот, наконец-то сложности пошли. Спокойно, чувак. Все под контролем. Так, готово. Мы подключились. Теперь можешь переключить сигнал светофора. Ну вот, видишь, ничего сложного. Ух, ё-моё. Вот так система. Так, мы подключились. Переключаем свет. Нам надо подъехать сюда. Подключение установлено. Тормозов быть не должно. А вот... А здесь... Красные стрелочки. Это Мэри Уэзер. Надо... Надо выключить им... Надо им включить красный свет. Так, поворачивайте влево. Я сказал, в красный свет. Куда ж вы поворачиваете-то, бля? Порядок. А вы спокойно можете проезжать здесь. Тут направо давайте. Никуда не сворачивать. Странно, что они не заподозрили, что... Переключение. Поехали, поехали, быстро, быстро. Нельзя, чтобы они нас заметили на дороге. Быстрее езжайте, давайте. Ещё наёмники. Ну и всё. Они тут проедут спокойно. Так. Наконец-то доехали. Пошевеливайтесь, парни. Распределите инвес. Вот они. Эй, отличная работа, френд. Чёрт, поверить не могу, что мы взяли золото. Да уж. И без единого выстрела. А про старину Кейси не забыли? Всё-таки пострелять немного придётся. Это самый крупный куш в нашей жизни. Мы рисковать не станем. Прости, блядя. Нет, нет. Мы не будем рисковать, если он будет вдоль. Так ведь? Вставай. Вот. Держи. Если скажешь им то, чего они не знают, мы скажем, что это всё организовал ты. Да, конечно, конечно. Я не скажу ни слова. На меня набали. Я ничего не видел. Давай, иди, иди. Ты становишься таким же мягким, как у тебя стручок в штанах. Неудивительно, что жена тебя выстрела. Да ну. Так, сначала работа, потом разборки, ладно? О, Мэри Уэзер. Они всё равно нас нашли. Так, нагрузите груз, а мы не займёмся сейчас. Перестрелка будет очень трудная. Вот это. Погибнуть вообще легко в ней. Блин, как они нашли нас, а? Вот тут лучше играть за Майкл. Потому что он умеет замилять время в перестрелках. Вот этот. Вот эту пушку лучше взять. Так, гранат. Так, взрыв. Ох, ёшкин кот. Как же их всё-таки много, а? Ну, сдохни, тварь, блядь. Да. Мертвецу зарплата будет ни к чему. Эх, тачка не взорвалась. Жалко. На, зараза, блядь. Ой, там ещё... Там посередине есть. Ой, Тревор в опасности. Тревор реально в большой опасности. Используем способность. Чтоб получать меньше урона. А они больше. О, звери какие, а? Ух, повезло. Сдохните, скотины. Ух, жарковато становится здесь. Да, можно было... Вообще пользы от этого нет. Опять Тревор в опасности, да что ж такое? А, это... Это на нашей стороне. Так, один из них. Там несколько из них там ещё на это, на крыше. Ой, не на крыше, а на этой крыше. Блин, опасно вылезать из укрытия. О, блядь, какая жесть. Да, ё-моё. На Майкла переключиться нельзя. Заряжай быстрее оружие, я ничего не вижу, блин. Чё, есть какая-нибудь ракета, а? Сдохни, зараза. Сдохни, зараза. Сдохни, твари, блин. Думаю, мы всех замочили. Вот тебе и революция, блин. Вечно кто-то наезжает на нас. Так, держи оборону. Все остальные помашьли нам. Уходим, пока не поздно. А кто мешает не уехать в закат, а? Набитыми сумками. Только Лестер может металл продать. Да, надо было... Неправильного я распределил машины, ну... Ладно, надо было начинать с тачки для Майкла, потом Тревора, потом Франклин. Ну ладно, пофигу, не важно, в принципе, кто в какой тачке. Копы появились, благодаря Мари Войзеру, разумеется. Ах, галдеть, как они перевернулись. По-моему, даже колеса лишились заднего. Ну, сдохните вы, блин. Ух, ешки-бот, а. Можно было в них и не стрелять. Так... Я помню, куда мы заедем, но в туннель заедем. И там скроемся от них. Так, туннель будет здесь. Надо сесть на грузовик. Здесь нам способность Франклина очень понадобится. Мы обязательно уйдем, не волнуйтесь. Давай-давай, пожалуйста, побыстрее. Чуть-чуть осталось, давай. Давай, мы должны успеть. Заезжай, ну же. Я соскальзываю. Не получилось, не получилось, ребята, не получилось. Никак не заедешь, никак сюда не заедешь нормально. Так, попытка номер два. Получилось, получилось. Даже без способности. Я не вижу машин. Так, перекройте выходы из туннеля и доставьте сюда еще один отряд живее. Ха-ха-ха, они нас не найдут. Фух, вообще темно у меня на улице уже. А было светло, когда мы начали этот выпуск. Ну вот, эти парни позаботятся о грузе. Лестер ждет меня. Навыки повышены. Паки, Макрири, Шеф, Эдит Оу, Пейдж Харрис и Карим Дэнс. Где выход? Мы просто оставим золото, да? Конечно. Золото на сотни миллионов долларов. Тебе нужно научиться верить людям. Верить тебе, дружище? В Лестера, в наш план. Не тупи, короче говоря. Мы миллион раз это делали. Любой дурак может добраться до баб. Но только умение вовремя свалить и не оставить следов отличает профессионалов от девиант. Что ж, все равно не знаю. Уж извини, Франклин, но вокруг меня обострился комплекс недоверия. Если мы выберемся, и это если под большим вопросом, тогда я действительно уйду в отставку. Гляди в оба, Франклин. Майкла довольно своеобразный способ уходить в отставку. Да, ну что ты. Мы только что совершили самое большое ограбление, а вы тут ноете. Мама никогда меня не любила. Мой друг меня никогда не любил. Я псих, потому что богат. Я грущу, потому что я добился успеха. Не будьте вы жалкими козлами оба. О, прошу прощения. У нас ведь все получилось, мы справились. Приехали наконец-то. Долгая получилась поездка. Хо-хоу, джентльмены, Лестер. Сегодня мы оставили след в истории. Простите, не хочу задавать дурацкие вопросы, но где золото-то? Придется подождать пару дней до отмашки. Потом она отправится на переплавку. Где? Вот именно. В этом вся соль. Если даже кого-нибудь повяжут, то где-то когда-то стильство? Если у кого-то появится левая мысль, он все равно ничего не сможет сделать. То есть можно расслабиться? Поскольку наш дебил покажет свое истинное лицо. Лишь через пару дней. Серьезно? Сейчас? Да, сейчас. Почему бы тебе это самое не расслабиться хоть на минутку? Ты сидишь на огромной куче бабла. Дело сделано. Да ладно, что ты? Ну, впрочем, как скажешь. Да, самое время. Это он виноват во всем. Фак ю. Эй, эй, тихо, тихо. Я думал, вы... Хорошие парни, но сейчас я вижу двух ныгигов с западного побережья. А чем тебе не нравится западное побережье? Да ничем. Оно на самом деле мне по душе. У местной публики тут просто все мякнет. Ты сойдешь за профессора. Эй, фак ю. Да, да, иди, фак ю. Не смей разговаривать с этими идиотами сквозь губу. Эй, не трогай Лестера. А, вы с Лестером вместе. О, тогда мне здесь все ясно. Да что тут творится, а? Вы все с умом тут поехали, а? Пойду-ка я провязнусь. Все с вами ясно. Франклин, пора расти. Давай выпьем пиво или еще чего. Ограбление состоялось. Посмотрим. Доля Кейси минус 300 тысяч. Доля Майкла. Франклина и Тревора 18 миллионов. Доля Лестера 24 миллиона. Ё-моё, как много. И 122 миллиона это остальной баня. Ну что ж, друзья. Такое вот мы офигенное дело совершили. Сегодня была очень интересная серия. Следующая серия будет, наконец-то, заключительная. На этом все. С вас легко сподписывайтесь на мини-опичный видос. Подписывайтесь на мой второй канал и на группу ВКонтакте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»